29 августа, воскресенье, старый стиль, 16 августа, неделя 10 по 50, соглас первой поста нет, по празднеству, успение Престой Богородицы. Перенесение из Эдесы в Константинополь, неракотворного образа Убруса, Господа Иисуса Христа, 944 год. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдесе провел Афгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Афгаря. Не видя Спасителя, Афгарь уверовал в него, как в Сына Божий, написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Афгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказа и наставления к спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, холст, полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом и на нем отпечатлелся его божественный лик. Убрус и письмо спасителя Анани принес видессу. С благоговением принял Афгарь святыню и получил исцеление лишь малая часть следов. Страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от семидесяти святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил у верующих Авгаря и всех жителей Эдессы, написав на нерукотворном образе слова «Христе Божий всякий, уповая на тебя, не постыдиться», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивые обычаи, поклоняться нескольким образом, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в ведении Эдесскому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью, со своим клиром зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу в положении города, казалось безнадежным, епископу Евлалию явилась пресвятая Богородица, повелела достать из умрованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ, перед ним горела лампада, и на глиняной доске закрывавшей нишу было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слова которому распространилось по всему Востоку. В 944 году император Константин Багряна Родный, 912-959 года, пожелал перенести образ в тогдашнюю столицу православия, и выкупил его у эмира, правителя города, с великими почестями нерукотворного образа спасителя. И то письмо, которое он написал Авгарию, были перенесены духовенцам в Константинополь. 16 августа образ спасителя был поставлен в Воровской церкви Престопогоройцы, а по следующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному, его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе на 1204-1261 годы, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был перенен около 1362 года в Гену, где хранится в монастыре в честь апостола Барфоломея. Известно, что нерукотворный образ неоднократно давал себя точные отпечатки. Один из них, так называемый, на керамее отпечатался, когда она не прятала образ у стены по пути в Эдессу. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном иерукотворном образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарнюю рукотворным образом. Доказательство истинности иконопочитания Папа Григорий II в 715-731 году прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя в горе и пребывание нерукотворного образа в Эдессе, как на общеизвестный факт. Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В русской православной церкви есть благочестивые обычаи при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворного образа спасителя. По прологам известно четыре нерукотворных образа спасителя. Первый в Эдессе царя в горе 16 августа, второе – Камулианские обретения его описал святитель Григорий Низкий, память 10 января, по сказанию преподобного Никодима Святогорца 1809 год, память 1 июля. Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду образ Матери Божией 9 августа. Третий при императоре Тиверии 578-582 года, от которого получила исцеление Святая Мария Синклетикия. Празднство в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемого в попраздство в успении, называют третьим спасом, спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в русской православной церкви родилось в иконописание икон нерукотворного образа, одна из наиболее распространенных. Мученик Диамид Тарсянин Никельский. Мученик Диамид родился в Тарсе Киликийском. По профессии был врачом, а по вере христианином. И лечил не только от телесных, но и от душевных болезней. Многих язычников он просветил верой во Христа и крестил церковь. Его чтит, как целебник, и призывает его имя при совершении таинства или освящения. Святой Диамид много путешествовал, обращая людей к истинной вере. Когда он пришел в город Никея, император Диаклетиан в 1284-305 г. послал воина взять его по дороге из Никея в Никомидию. Он сошел с телеги, чтобы помолиться, и умер. Доказательства исполненного поручения воины отсекли ему голову, но сами ослепли. Диаклетиан приказал отнести голову обратно к телу. Когда воины исполнили приказ, они прозрели и веровали во Христа. Преподобный Херемон египетский. Преподобный Херемон подвязался в Египте в Скидской пустыне в конце IV века. Или в первых годах V века. Имя его упоминается в Лавсайке, в Палладе, и в алфавитном Патерике. Его пещера отстояла за 40 поприщ от церкви, за 12 поприщ от источника воды. Скончался с той рукодельной работы в возрасте более ста лет. Преподобного Херемона упоминает также преподобный Феодор Студит. В трёде постной в службе, в субботу сырную, в шестой песне канона на утреннюю. В этот день Святая Церковь празднует память великого мученика князя Константина Брынковяну Румынии, собор Кемеровских святых, переходящий праздновать в воскресенье перед 18 августа, священному мученику Александра Соколова Пресвитера, преподобному мученицам Ежовой монахини, мученика Якова Гартинского, икона Божьей Матери Фёдоровская, 1239 год, торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурская, 1904 год, икона Божьей Матери Прибавление Ума, переходящая праздновать в первое воскресенье после 15 августа.